Добрый вечер, РФТОВ. Сегодня отвечу на вопрос, как сказать на иврите, хорошо там, где нас нет. И для этого мы прочитаем диалог, в котором участвуют наши козы Рэмбо и Мини. Вы сейчас видите на фотографии это Рэмбо, несмотря на то, что он маленький по размеру, он очень активный. И, убегая на территорию соседа, он умудрился сломать соседу большое дерево, яблоню. Очень неудобно перед соседом, нам пришлось сейчас забор отремонтировать. Но будем надеяться, что в перспективе Рэмбо не будет ломать чужие деревья. Давайте прочитаем диалог. Рэмбо, лама ата буреах лагина шел шахэн? Ки ла шахэн יש дэше. Абал гам лану יש дэше. А дэше шел шэл шахэн ярок יותר. А теперь разберем. Мини спрашивает. Рэмбо, лама ата буреах лагина шел шахэн? Рэмбо, почему ты убегаешь? Буреах это убегаешь. Лагина на... Гина это палисадник или огарот, небольшой сад возле дома. Лагина шел шахэн в палисадник в огарот соседа. Рэмбо, ки ла шахэн יש дэше. Потому что у соседа есть дэше, это лужайка, участок с травой, зеленая территория. Мини говорит. А валь гам лану יש дэше. Но, так же и у нас есть лужайка. Оваль, но гам так же или тоже. Так же и лану по смыслу это нам или у нас. По контексту мы ориентируемся. יש есть дэше лужайка. И Рэмбо здесь отвечает поговоркой. А дэше шел шахэн ярок יותר. Лужайка соседа зеленей. Ярок зеленый. Йотер более. Получилось зеленая более. Более зеленая по смыслу зеленей. Если вам не совсем понятно, как строится сравнительная степень прилагательных, обязательно посмотрите урок номер 452. Ссылка находится в описании к этому видео. Теперь вопрос. Может быть можно перевести выражение хорошо там, где нас нет дословно. И мы получим по смыслу примерно то же самое. Можно попытаться, но скорее всего нас не поймут. Потому что не все устойчивые слова обороты, не все выражения мы можем переводить дословно. То есть получится не всегда понятно, получится не всегда по смыслу. Для того, чтобы сказать хорошо там, где нас нет, можно использовать, я рекомендую использовать, вот этот устойчивый оборот, устойчивую поговорку. Я напоминаю вам, что вы можете заказать у меня книги издательства АХАС. Я совладелец этого издательства. Это книги по изучению иврита, идыша, арабского языка, арамейского языка. Неполный список на экране. Можете обращаться непосредственно ко мне. Распродажа по особым ценам. Спасибо за внимание. С вами был Марк Харах. Подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы. На интересные вопросы я с радостью отвечаю. Лейтраут. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»